Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Объединяйтесь. Святитель Иоанн Златоуст в 41-й беседе на Евангелии от Иоанна говорит нам, что добродетельный человек мудр, а порочный безумный. Ничто так не делает людей глупыми, как злоба. В самом деле, когда человек бывает коварен, неблагонамерен, непризнателен, а это виды злобы, когда раздражается, ничем не обиженный, строит ковы, то не представляет ли в этом доказательства крайнего своего неразумия. С другой стороны, ничто так не делает людей разумными, как добродетель. Она делает их признательными, благонамеренными, человеколюбивыми, тихими, кроткими, смиренными. Она обыкновенно рождает и все другие совершенства. Кто же может быть мудрее человека с такими расположениями? Поистине добродетель есть источник и корень мудрости. Как всякий порог берет начало от неразумия, и надменный гневливый человек увлекается этими страстями по недостатку благоразумия. Поэтому и пророк говорит, смердят, гноятся раны мои от безумия моего. Псалом 37, 6 стих. Если же бояться Бога значит иметь мудрость, а порочный не имеет этого, то без сомнения он лишен мудрости. А лишенный истинной мудрости бессмысленнее всех. Хотя многим люди порочным удивляются, потому что они могут делать другим обиды и вред, но не понимают, что таких людей должно считать несчастнейшими из всех, потому что думая вредить другим, они вонзают меч в себя самих. А то и есть признак крайнего безумия, когда кто, поражая самого себя, не сознает того, но думает, что он вредит другому, между тем как заколает сам себя. Потому и Павел, зная, что, поражая других, мы убиваем себя самих, говорит, для чего бы вам лучше не остаться обиженными. 1 Коринфянам 6, 7 стих. Чтобы не быть обидимым, не надо обижать. Чтобы не терпеть зла, не надобно делать зла. Хотя это может показаться загадкой людям обыкновенным и не желающим любомудрствовать. Итак, зная это, будем считать несчастными и оплакивать не обижаемых и оскорбляемых, а делающих другим обиды и оскорбления. Эти-то люди наиболее страдают, потому что они вооружают против себя Бога, отверзают уста тысяч обвинителей, приобретают худую славу в этой жизни и навлекают на себя великую казнь в веки будущем. Напротив, обижаемые и все великодушно переносящие преклоняют и Бога к милосердию, и всех людей к состраданию им похвалами и благорасположением. Такие люди, представляя величайшее доказательство своего любомудрия, и в этой жизни приобретают великую славу и в будущем получают вечные блага, которых и до возможных достигнут. Все мы благодатью и человека любимого Господа нашего Иисуса Христа, которому с Отцом, со Святым Духом слава, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Аминь.